Мы собираемся здесь, в Дрездене, у музея Штази, и это, наверное, не музей, а действительно страшное место, где происходили абсолютно преступные вещи в течение 50 лет, когда СССР здесь находился, и в течение шести лет в Дрездене работал Путин, он жил неподалеку от этого места, и человек, который убил Алексея Навального, это Владимир Путин, и поэтому мы сегодня пришли сюда и вспоминаем Алексея Навального, если честно, я не могу осознать того, что сегодня происходит, это настолько глубокие чувства и настолько это нужно осознать, я чувствую только злость и желание что-то делать, потому что Алексей говорил не сдаваться, и сдаваться я точно не собираюсь. Алексей был очень смертным человеком, он пошел на такой, я уверен, что осознанный шаг возвращения в Россию после того, как он был отравлен путинской властью. Это просто нужно вдуматься в то, насколько человек был действительно смелый и насколько в человеке был действительно крепкий стержень. Вот представьте себе, тебя отравляют, ты буквально из коматозного состояния возвращаешь в свое нормальное состояние и все равно остаешься готовым и верным в стране. Ты возвращаешься в страну, но вот, к сожалению, Алексей был поддержан в твоем конечном тюрьме, совершенно не заслужен. Мы здесь собравшиеся выбрали путь иммиграции. Я думаю, что, наверное, мало найдется людей, которые нас за это осудят, и сами мы себя не осудим. Мы выбрали такой вариант. Сохранить себя, сохранить силы, сохранить свободу и здоровье для того, чтобы вернуться после краха режима и строить новую прекрасную Россию будущего. Алексей выбрал другой путь. Он добровольно пошел в зубы к монстру. Монстр его таки съел. Итог, в общем, предсказуемый, хотя от этого не менее печальный. Но, как совершенно правильно сказал молодой человек, который выступал только что передо мной, Алексей показал нам многим пример, как можно, несмотря на давление, несмотря на обстоятельства, несмотря на лишения и несмотря на противоречия, видеть цель, двигаться к цели, делать все для достижения цели.